В Казахстане планируют снизить стоимость подключения потребителей к газу. Об этом сообщил министр энергетики. Высокие цены Булат Акчулаков объяснил отсутствием в стране необходимого оборудования. Закупать его приходится за границей. Однако прежде к населенным пунктам необходимо провести газопровод. Какие варианты по обеспечению голубым топливом есть у членов Кабмина, расскажет моя коллега Динара Нургалиева. Газификация в стране отстает от графика. К примеру, жители севера и востока Казахстана до сих пор без голубого топлива. Прошлым летом президент дал поручение компании «Казахгаз» нарастить темпы. Своим вариантом поделились и члены Кабинета министров. Для газификации Акмолинской и Североказахстанской областей нужно строительство новых этапов магистрального газопровода «Сараарка». В восточных регионах можно протянуть и построить газопровод по новому маршруту. А это потребует вложения значительных средств. Еще один вариант – импорт газа из России. Как отметил министр энергетики, переговоры между «Газпромом» и «Казахгазом» о строительстве международного газопровода до Китая уже начались. Однако, как скоро появится новая магистраль, неизвестно. Тем временем практически весь частный сектор столицы использует печное отопление. Образуется смог. Жители уверены, что все их проблемы решатся, как только в домах появится голубое топливо. В Казахстане также могут снизить и стоимость подключения газу. Действительно отмечалось, что есть в регионах некоторых высокая стоимость подключения газу. Здесь, я думаю, наверное, нужно исходить из стоимости оборудования, потому что у нас его, к сожалению, пока не производят. Мы его будем завозить. Наверное, нужно продумать вопрос, если мы берем программу масштабной газификации, нужно продумать, как локализовать производство этих материалов. Исходя из расчетов министра энергетики, к концу этого года уровень газоснабжения по стране достигнет 60%. Если сравнивать этот показатель с прошлым годом, то увеличение составит всего 1%. Именно в него войдут 55 населенных пунктов, где проживает почти 160 тысяч человек. Динара Нургалиева, Дидарь Елеулов, Информбюро, Астана. Каждый вечер мы рассказываем обо всем, что по-настоящему важно. На самые честные новости, аналитика и мнения подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и будете знать, что происходит в стране и в мире.